Приветствую вас! Сегодня очень много говорили про Зеленский, инаугурацию, его будущее, но как всегда я не успел все сказать, на расистах так шел, по этой причине, то что я не успел сказать, с вашего позволения, все-таки скажу в своем видео. Первый, смотрите, с моей точки зрения, то, что мы видим сейчас инаугурацией Зеленский, это показывает, что он не Янукович, не Порошенко, даже не Ющенко. Нет ее поддержки Верховной Рады? Нет. Ну, видите, элементарная вещь, инаугурация, да это настолько тривиальная вещь, боже милости, столько разговоров, столько дискуссий, столько всего. Но сегодня, если помните, там даже к Верховной Раде приходили митингующие, которые требовали немедленно провести инаугурацию. Маловато приходили. А Майдан не тянет, ну вы знаете мои цитаты, нет спонсора, нет Майдана. Если так, Зеленский будет назначать там мистера обороны, мистера иностранных дел, о-о-о-о, чувствует моя душа, что он ничего не сделает. Не, ну сделает его с такой мукой, тем более, есть большой риск, очень большой риск, что он может неудачно их подобрать людей. Ничего нечего. Владимир Александрович, понимаете, в чем проблема? Я понимаю, что сейчас там много советников, помощников, подсказывают, но беда заключается в том, что не всегда человек, который вот с первого взгляда хороший, это ошибка Януковича была. Он очень много расставлял людей, вот типа, наш Донецкий, и чем закончилось. Вот здесь такая же самая ситуация, что можете просто, ну он хороший, он вроде бы классный, сейчас он того может бред, ну и как собака, он работать не может. Вот чем беда. Это риски есть. Ну, это дело ваше, меняйте, назначайте. Я говорю, здесь может быть такая ситуация, вы хотите снять Луценко, а фиг, не получается. Вы что напомнили, что в свое время там один депутат даже зарегистрировал, типа, межфракционное объединение, там, за будущее президента Зеленского. Насколько я помню, в этом объединении аж один депутат. То есть, я помню, как депутаты после победы Ющенко так, шух, после победы Януковича, шух, здесь такое не вижу. Не знаю почему. Честно говоря, я же не депутат, ребята. То ли они ждут инаугурации, то ли еще какие-то терки, то ли какие-то договоры, не знаю. То ли действительно глупость получилась, что пацаны, давайте так, крупный бизнес предложил провести переговоры, а что-то не сработало. Ну, бывает, бывает всегда. Все-таки политика, запомните раз на всегда, сначала деньги, потом политика. Перебытного общества была политика? Не было. Еды не хватало. Вообще, демократия зародилась, если помните, в Древней Греции, потому что уже как бы какой-то капитал был. Как только исчезают деньги, политика мгновенно выветривается. Поэтому, еще раз повторяю, в основе любого государства, Украина, Россия, это крупный бизнес. Хорошо, называйте их успешные бизнесмены. Или чиновники высокого ранга, которые думают только про государство. Как хотите их называть. Но, это крупный бизнес, основа экономики любой страны, и власти любой страны. Президент всегда боится крупного бизнеса. Даже если про это нельзя говорить в стране. Теперь идем дальше. Роспуск в Верховной Раду. Поксвит, я вообще не знаю. Ну, у меня такое чувство, что, а вы поговорите. Тем более, с моей точки зрения, ну, Владимир Александрович, у нас, смотрите, вы распускаете Верховную Раду. У вас структуры нет. Нет. У вас структуры, типа, мы быстро создадим, ребята, можете промахнуться. Тем более, понимаете, вы можете понабирать таких экземпляров. Мало того, вы же понимаете, что на сегодняшний момент за роспись Верховной Рады, кто выступает? Правильно, мажоритарщики. Правильно, правильно. Кто еще выступает? Народный фронт. Ну, потому что уже Верховную Раду не проходит. Но, как мажоритарщики пройдет. Поэтому им выгодно. Да и Порошенко за. У него что, штабы развернуты. Юлия Тимошенко за. То есть, понимаете, какая ситуация. Если так посмотреть, для вас роспись досрочная, это не выгодно. А для них выгодно. Так что подставить вас проще-проще. Распустите, потому что, ну, хорошо, вы их распустили. Унесение в законы не внесли. Также Кабмин в отставку как вы отправите с распущенной Верховной Рады? Ну, там, не-не-не, отправить можно. Но тогда Гройсман будет исполняющий обязанность. Пример, новый Кабмин создадите. Понимаете? Ну, нельзя создать коалицию в Верховной Раде, которая распущена. Это так, на всякий случай. Поняли? А остается Гройсман, вот, ну, представьте, до конца. Ну, что-то где-то он, конечно, с вами будет дружить. Но места. Поэтому, что может произойти? А произойдет может следующее. Не имеет значения выборы. Там, очередные, неочередные. Просто там выборы. Не слуга, а народу выигрывает. А выигрывает, ну, давайте так, оппозиционный блок. Как он там будет? Вилл, колобой, какая разница? И они формируют коалицию. Могут заспуком. Мало того, там кнут. Я бы сказал бы так. Новая партия, бывшая партия регионов. А такая, скорее всего, будет. Под новой вывеской. Юлия Тимошенко может примкнуть. Порошенко может примкнуть. Я просто говорю, что кто может. То есть, грубо говоря, формируется в Верховной Раде большинство, которое анти-Зеленковское. Зелинское. О. И появляется премьер с колоссальными полномочиями. Выше, чем президент. Но который никакого отношения к действующему. Ну, то есть, к президенту и Зеленскому не имеет. Ну, с точки зрения Конституции, это классно. Это вау. Есть премьер в центре. Есть Верховная Рада, спикер в центре. И есть президент. Президент получает возможность спокойно критиковать премьера. Идеальный вариант. Идеальный. Тогда действительно даже может какие-то вот такие нюансы очень грубые поравнять. Может такое быть? Может. Так что еще раз. Ребята. Конечно, в Украине не соскучится. Ну, в отличие от России. Тут все скучно, нудно. По этой причине про российскую политику обсуждать просто невозможно. Но. Это совсем не значит, что в Украине ничего не происходит. В Украине происходит. И то, что на сегодняшний момент мы видим, политические интриги, политические баталии, это все связано с тем, что Украина, во-первых, республика, во-вторых, главную роль играет успешный бизнесмен, а в-третьих, сбраться президентом можно, но стать президентом, это две большие разницы.